Так, сначала я хочу в Австралию, потом в Венецию, потом в Прагу. Как же, и туда надо. Я не понимаю, ты составляешь карту желаний? Ну, не совсем. Скорее карту целей. Отмечаю места, где я должна побывать прежде всего. И на сколько лет рассчитан твой план? Даник, ну ты что? Это всего лишь на ближайшие выходные. Чего? Ты, в смысле, выиграла в лотерею и теперь решила путешествовать по миру? Нет, я тут на днях встречалась с очень интересным человеком. Он мне рассказал, где он бывал и что видел. Чем меня очень заинтересовал. Вы бывали в Чикаго? Там огромнейшие небоскребы, потрясающие мосты. А освещение создается такое от этих небоскребов, когда по улочкам идешь, что отблески от солнца, они высвечивают нижние части улицы и все так красиво играет огоньками. Но я тоже никогда не был в Чикаго. Я просто посмотрел в виртуальную панораму. Дмитрий – фотограф. Он уже много лет увлекается фото- и видеосъемкой. Однако больше всего ему нравится делать виртуальные туры. Ведь именно они позволяют познакомиться с теми местами на Земле, где вы по какой-либо причине побывать не можете. Фотография – это очень мало для меня. Это неинтересно. Мы можем сделать 500 потрясающих, художественных, удивительных фотографий, но это будет не то. Виртуальные туры сейчас действительно находятся на пике популярности. Для кого-то это творчество, попытка познакомить людей с неизведанным, а для кого-то – работа. Например, турфирмы Кыргызстана делают туры для санаториев на побережье озера Иссык-Куль. Для того, чтобы клиенты могли посмотреть все на сайте и выбрать пансионат, который понравится. Это информативнее, чем просто фотография, так как изображение имеет круговой обзор 360 градусов. И даже интерактивнее, чем видео, так как можно вращать сцену в любом направлении. Фирма находится на рынке Кыргызстана уже более пяти лет и сделала много виртуальных туров для своих клиентов. Нашими клиентами являются в основном отели, рестораны, спа-салоны, развлекательные центры. Бывают иногда, конечно, у нас и интересные клиенты. Недавно мы снимали аэробус для одной авиакомпании. Прогулка была по самолету. Еще очень интересный заказ был в горножный курорт, в Караколе мы снимали. Цена за виртуальный тур в Кыргызстане варьируется от 30 до 50 долларов за одну точку. То есть, например, за одну комнату. В Казахстане цены совсем другие. Виртуальный тур может стоить от 100 долларов и выше за одну точку. Илья также фотограф, работает в Алматы. Своим клиентам он советует делать не очень большие виртуальные туры, если дело, конечно, не касается каких-нибудь музеев, дворцов и памятников истории. На самом деле человек возле компьютера сейчас проводит, исходя из анализа, не больше трех минут на одной странице колокол-сайта. Поэтому достаточно показать от трех до пяти точек. Илья считает, что виртуальный тур сегодня – это не просто инструмент рекламы, но и способ повысить имидж заведения. То есть, когда, допустим, человек говорит о том, что зайдите на мой сайт и посмотрите, у нас есть там виртуальный тур в нашем заведении, тогда, соответственно, уже по-другому. Будущий клиент воспринимает данный сайт, данное заведение. Мы попросили Илью сделать виртуальный тур специально для программы «Матрица», а заодно посмотреть, как это делается. Вот, в принципе, стандартный набор панорамного фотографа, человек, который занимается виртуальными турами. Это хороший мощный штатив. Это панорамная голова, которая позволяет снимать виртуальный тур. Многие используют различные. Бывают мануальные, бывают автоматические. Я использую автоматические. С ней, с ее помощью, можно снимать все в автоматическом режиме. Конечно же, сам фотоаппарат. Переходник, вспышки и многое-многое-многое другое. Затем всю конструкцию необходимо собрать. Это занимает не очень много времени. После того, как все готово и закреплено, аппарат настраивается на съемку, и все выходят из комнаты. Дальше он будет работать сам. Можно, конечно, снимать панорамы с людьми. Однако это требует больше времени, дополнительных программ и обработки. Ну и, соответственно, стоит дороже. То есть, если это виртуальный тур именно с людьми, с персоналом, тогда, опять же, выстраиваются определенные съемки. Есть съемки, выстраивается свет, потому что людей нужно будет подснимать отдельно и потом их вырезать в рекламу. После того, как все комнаты отсняты, все данные из фотоаппарата, фотограф сливает на компьютер и собирает виртуальный тур с помощью специальных программ. Например, Panorama Tools Graphic User Interface PT GUI Pro или Color Alto Pano Giga. После того, как тур готов, его отдают клиентам. Отдается в специальном архиве программер, который обслуживает сайт клиента. Он сам уже знает, как его правильно загрузить. Также, если, допустим, у клиента нет самого места, куда выложить, либо нет возможности ресурсов, куда выложить, мы просто даем ссылку с нашего сайта, и он эту ссылку дублирует у себя на сайте. И когда, заходя к нему на сайт, автоматически панорама будет открываться с нашего сайта, но показываться на его сайте. С помощью современных смартфонов также можно сделать небольшие виртуальные туры для себя. Например, для устройств с iOS можно посоветовать приложение Циклорамик. Стоит оно 2 доллара. А владельцы iPhone 5 могут воспользоваться автоматическим режимом съемки круговой панорамы. Нужно поставить смартфон на ровную поверхность, после чего приложение включит режим вибрации и сделает нужное число снимков, всякий раз поворачивая устройство на нужный угол. Ну а для устройств с Android есть бесплатное приложение «Фото в панорама», которое помогает правильно ориентировать смартфон при съемке, а также склеивает полученные снимки в панораму в автоматическом режиме. Ну представьте, допустим, вы риэлтор, да, и вы смотрите какое-то помещение. Вы достаете гаджеты и спокойненько снимаете помещение и показываете его дальнейшим заказчикам. Либо, допустим, у вас намечается вечеринка, и вы первые пришли в заведение какое-то. Ваши друзья еще опаздывают. Вы тут же делаете маленький виртуальный тур, скидываете им, допустим, через кучу разных приложений, показываете, ребят, смотрите, вот как здесь интерьер какой красивый. Они радуются, бегут, и к вам веселье продолжается. Не важно, что снимать, главное вложить в любую работу частичку души. Например, Дмитрий утверждает, что даже в обычный, ничем не интересный сюжет можно внести изюминку. Например, звуком. Вы слышите звук водопада? В данном случае используется технология позиционирования звука, но звук расставлен по всей 3D-сцене. И когда мы будем оборачиваться, мы услышим, как звук меняется. Еще Дмитрий использует совмещение различных эффектов. Например, на одной из панорам вы можете увидеть панораму клуба, где зрители сидят неподвижно. А вот группа на сцене играет. А на другой панораме на балу танцуют пары, а все вокруг также остается неподвижным. На благотворительном бале в Алматы я снимал вот такую панорамку. Сейчас мы находимся на лучшем президента. И можем посмотреть, как выглядел этот зал. Ну а для «Матрицы» Дмитрий сделал специальную панораму. Так что виртуальные туры – это не только инструмент рекламы, но и возможность прикоснуться к тайне. К тому, чего в реальности вы увидеть не можете. В виртуальном мире возможно все. Главное – знать, с чего начинать. Кстати, ссылки на работу Дмитрия и Ильи вы можете увидеть на нашем сайте – matrix.ca.tv. Там же все подробности и инструкции. Нет, ну я думала, он сюжет смотрит, а он, как всегда, в айпаде. Нет, Ален, просто твой сюжет меня натолкнул на одну мысль. Я вот тут уже полгода скучаю по Таджикистану. Ну, так как поехать туда не могу, решил зайти в виртуальный тур по Таджикистану. Называется 3dtour.tj. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»